Уважаемые братья, Всевышний Аллах Субханна Хуа Тааля сотворил все, что есть на этой земле, все, что есть в небесах Субханна Хуа Тааля, сотворил нас, людей, джиннов. И также Аллах Субханна Хуа Тааля, все в его власти. Аллах Субханна Хуа Тааля также создал настроение людей. И также когда-то бывает человеку тяжело на душе, когда-то бывает человеку хорошо на душе, когда-то человек плачет, когда-то человек смеется. Поэтому Всевышний Аллах также награждает тех, кто соболезнивает людям в каких-то их потере близкого человека, когда у человека случается какое-то горе. И также Всевышний Аллах обещал великую награду тому, кто становится причиной, если у его брата в сердце появляется радость. Поэтому, Это когда человек является причиной того, что в сердце его брата рождается некая радость. Сказал пророк Мухаммад, то есть посланник Аллаха похвалил и сказал, Поистине, самые лучшие из людей перед Всевышним Аллахом, это те, которые более полезны людям. И самое лучшее, любимое из деяний перед Всевышним Аллахом, это когда ты становишься причиной того, что у твоего брата в сердце появляется радость. То есть ты причина радости твоего брата. Так же сказал посланник Аллаха, После обязательных действий, после фарзов, самое любимое, лучшее перед Аллахом, Это когда человек становится причиной радости в сердцах мусульман. Также посланник Аллаха разъясняет, Какую баракад, какую благодать берет тот, кто становится причиной радости его брата. Когда спросили его, какие из наилучших действий и дел, сказал пророк, саллаллаху алейхи вассалям, Поистине, самое наилучшее из деяний, это когда ты становишься причиной, становишься причиной радости в сердце твоего брата, или когда ты накормишь голодного, и когда ты скроешь оголенного. То есть имеется в виду, когда ты оденешь кого-то, дашь садакат, или скроешь какой-то поступок своего брата. Перед Всевышним Аллахом, субхану и та'аля. Когда было спрошено у некоторых сахабов, спросили некоторые из сахабов, что осталось у вас из красоты, из именно наслаждения этой жизни, на что отвечал, Это быть причиной радости для своих братьев. И имам Малик, когда спросили, какие действия, какие дела ты любишь, сказал, Это когда я становлюсь причиной радости для мусульман. И от Абдиллах بن Аббас, р.е. Р.е. Пророк Мухаммад, салаллаху алейхи вассалам, сказал, Тот, кто стал причиной радости в сердце его брата. Аллах, субхану и та'аля, из этого делает творение, создаёт что-то творение, которое будет его отдалять от всех проблем этой жизни. То есть будет отдалять его от болезни, будет отдалять его от проблем в этой жизни. А в студный день он будет близок, сказал посланник Аллаха, салаллаху алейхи вассалам. Поэтому, уважаемые братья, мы должны знать, то что поклонение Всевышнему Аллаху, субхану и та'аля, это не только пятикратная молитва, это не только пост, это не только закат, это не только выставление ночных молитв, а также это поклонение Всевышнему Аллаху, субхану и та'аля, это когда человек взаимоотношение между братьями. Также человек должен знать то, что он должен быть причиной радости его родителей, чтобы родители, смотря на него, общаясь с ним, они получали радость. Его мама, его отец, его супруга, его дети, его братья, и тот, кто близок, близок к нему. Поистине, родственники, они друг другу близки, ближе друг к другу в книге Всевышнего Аллаха, субхану и та'аля. Из причин, из каких же действий человек может совершать, дабы его брат был радостным, это какой-то подарок, даже если какой-то маленький подарок. Каля, салаллаху алейхи вассалям, дарите друг другу подарки, полюбите друг друга, даже если это что-то будет незначительным. Джиа, илайхи, салаллаху алейхи вассалям, яуман би тавбин лahu а'алям, яни фи хутут, ва а'алям, фа каля, алейхи салалату вассалям, айна умму халит. Один раз принесли посланнику Аллаха, салаллаху алейхи вассалям, одежду, и там было а'алям, некие такие хутут, полоски, то есть такая разукрашенная. Посланник Аллаха, салаллаху алейхи вассалям, спросил, где умму халит. Раньше детей тоже покунья называли, мама того-то, отец того-то. Ва хиа тифля сагирун, ва хиа тифлятун сагиратун бинтули аби л'Ас, каанат кад вулидат фил хабаша, кал, айна умму халит. Это маленькая девочка, дочка аби л'Аса, которая родилась в Эфиопии. Тогда, когда он спросил, где умму халит, и когда она пришла, И тогда посланник Аллаха, салаллаху алейхи вассалям, на эту девочку одел эту одежду, эту рубашку, и она начала смотреть на эту рубашку, радоваться. И тогда, салаллаху алейхи вассалям, яширу иля альами сауб, ягни иля л'хутут, аль мулавана, фи хи ва якуль. Тогда посланник Аллаха, салаллаху алейхи вассалям, указывал пальцем на эти полоски, и говорил ей этой маленькой девочке, И тогда он говорил, это сана, это сана, это сана, о умму халит. Сана на эфиопском языке означает красивая. И тогда она, девочка маленькая, это радовалась. То есть таким был посланник Аллаха, салаллаху алейхи вассалям. Несмотря на то, что пророк Мухаммад, салаллаху алейхи вассалям, был великим человеком, у него были серьезные вопросы, вопросы решал посланник Аллаха, салаллаху алейхи вассалям. Были битвы, были строения мечети, были разные совещания. Но однако, таким он был муталатиф, был таким добрым, и так он относился к детям, и так он относился к своим братьям, салаллаху алейхи вассалям. Может быть, посланнику Аллаха, салаллаху алейхи вассалям, приносили молоко, он это раздавал другим. Приносили ему финик, он отдавал это своим братьям, для того, чтобы его братья радовались. И так же, они покупали какие-то конфетки, раздавали детям. И тогда, когда спрашивали их, для чего вы это делаете, на что отвечали сподвижники, чтобы получить награду от Аллаха, и они, эти дети, радуются чем-то незначительным. Также одно из поклонений, одно из действий, когда человек может способствовать радости своего брата, когда улыбается ему в лицо. Иногда видишь наших братьев, они такие все серьезные, у них нет улыбки на лице, такие жесткость есть. Или бывает наоборот, когда человек постоянно, и тем самым человек думает, что в религии, в нашей религии, в ислам, все грустно, все жестко. Когда ты плачешь, когда ты стоишь перед Аллахом, вспоминаешь об Аллахе, наедине ты и Всевышний Аллах, но однако, когда у тебя есть некие со своими братьями взаимоотношения, то ты должен здесь и подшутить, и ты должен поднять настроение своим братьям. Пророк Мухаммад, саллаллаху алейху ассалям, сказал, Поистине улыбка в лицо твоего брата, это милостенно, это садака. И, как сказал Джарьи бен Абдуллаху аль-Бажали, рады Аллаху ата'ала, однако, вот эта улыбка, она не противостоит, скажем, серьезности поклонению человека, то есть, или плачу его перед Аллахом, оно ничем не вредит этому. Абу Аюб сахтияне, рахмаллаху ата'ала, кана букаан фи лейли, калу, кана букаан фи лейли, калу, лакиннаху кана бассаман фи лннахар, кала аанху ба'адус асхаби, ма ра айту ахадан аксара табассуман фи вужуги рижаль мин Аюб сахтияне. Абу Аюб сахтияне, сказано, что он ночью очень много плакал, когда вставал на намазы перед Аллахом, очень много плакал, однако очень много улыбался днем в лица своих братьев. Поэтому сказано, что очень-очень много он улыбался. Также бывает такое, что человек иногда делает какие-то поклонения перед Всевышним Аллахом, но тем самым забывает тоже другую сторону, то, что он должен помогать своим братьям. То есть он как бы сам за себя, я вот в мечеть, я поклоняюсь, меня никто не тревожьте. То есть это социальные вещи, это ко мне не относится. Однако, как сказал пророк Мухаммад салаллаху алейхи вассалям, посланник Аллаха салаллаху алейхи вассалям сказал, для меня лучше, более любимый, чем целый месяц сидеть в этой мечети, более любимый пойти своим братом и решить его какую-то одну проблему. И так оно было. Абдуллах ибн Аббас, рада Аллаху алейхи, пришел один из людей, и Абдуллах ибн Аббас был в мечети, делал иатикав. И тогда он попросил его помочь ему. Он оставил иатикав и вышел вместе с ним. Тогда люди посмотрели и сказали, ты оставляешь Абдуллах ибн Аббасу, ты оставляешь иатикав и выходишь из мечети. Нельзя выходить из мечети во время иатикава, то есть во время того, когда ты сидишь в мечети, как бывает, например, последние десять ночей Рамадана, когда люди живут в мечети. Нельзя оставлять мечеть, нужно оставаться здесь, поклоняться Всевышнему Аллаху. То есть когда Абдуллах ибн Аббас сказал, да, однако посланник Аллаха, салаллаху алейху ассаляму, сказал, для меня более любимый помочь своему брату в каком-то вопросе, чем сидеть целый месяц в мечети. Также, уважаемые братья, из-за причин того, что твой брат радуется, это хорошее слово. Аллаху субханаху ате'аля, пророк Мухаммад, салаллаху алейху ассаляму, сказал, хорошее слово – это есть милостина. Также пророк Мухаммад, салаллаху алейху ассаляму, сказал, бойтесь Аллаха, хотя бы половинкой финика. А тот, у кого даже половинка финика нету, пусть тогда боится Аллаха хорошим словом. Также Всевышний Аллах, субханаху ате'аля, сказал, говорите людям хорошие слова. Также Аллах, субханаху ате'аля, сказал, скажи моим рабам, пусть говорят лучшие слова. То есть пусть выбирает лучшие слова и говорит посредством этих слов, то есть лучшими словами обращается к своему брату. Также из благих дел, через которые человек, мусульманин, он радуется, это когда ты даешь садака. Аллах, субханаху ате'аля, говорит в Коране, «И давайте им из богатств Аллаха, который дал вам Всевышний Аллах». То есть здесь должен понимать человек то, что то богатство, уважаемый брат, которое у тебя есть, это не твое, не принадлежит тебе, не принадлежит твоему отцу, твоей маме, оно принадлежит Всевышнему Аллаху, субханаху ате'аля. Аллах сделал тебе, даровал это, и из этого жертвуя на пути Аллаху, субханаху ате'аля, хотя бы чуть-чуть, хотя бы что-то маленькое на пути Всевышнего Аллаху, субханаху ате'аля. Одно из благих дел, из садакат, когда ты не уменьшаешь стоимость, когда ты видишь, что человек продает какие-то вещи, например, какие-то финики на базаре, на улице, он там, например, 100 рублей они стоят, он там за 95 рублей их купил, за 90 рублей себе сделал накрутку 10 рублей, и бывает такие люди с ним спорят, ругаются, да, торговаться сунна, но бывает до того доходишь, что ругаются с ним, почему ты дорого продаешь, хотя когда идет в брендовый магазин, за 10 тысяч долларов себе там кроссовки покупает, он не торгуется и отдает, а и у этого мискина он хочет 5 рублей снизить, лучше бы он сказал, вот тебе 100 рублей, на тебе еще 50 рублей, садака, накорми своих детей, накорми свою семью. Это тоже будет садака, тем самым мусульманин, он обрадуется, он будет всегда помнить, может быть, он будет делать за тебя дуа. Поэтому нужно всегда знать, однако мы должны все знать, если мы что-то даем на пути Аллаха, тем самым мы хотим заработать довольствие Аллаха, мы должны уверенно понимать, знать то, что Аллах, субханаму а то, заменит нам наиболее лучшим, ведь мы обращаемся к кому? Раббун карим, мы же таамуль, это взаимоотношение с щедрым творцом, субханаху вата'аля. Также, уважаемые братья, из тех действий, когда твой брат радуется, если, например, он среди нас молится в мечети, и вдруг не приходит в мечеть, мы о нем спрашиваем, узнаем его номер, позвоним ему, спросим, что, брат, заболел ли ты, что у тебя случилось, может, какая-то помощь нужна, не видно тебя в мечети, или там на работе, тем самым он тем самым обрадуется. Он тем самым обрадуется. Также пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, любил шутить. Некоторые говорят, что в исламе шутки нету, в исламе есть шутки. Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, пророк, саллаллаху алейхи вассалям, от любви шутил. Захир бин Харам, один был бедуин, приходил в Медину, и перед тем, как выходил на базар, на рынок что-то покупать, продавать, он заходил к пророку Мухаммаду, саллаллаху алейхи вассалям, и здоровался с ним. В один раз он пришел к пророку Мухаммаду, саллаллаху алейхи вассалям, и не застал его. И тогда ушел на базар. Пророк Мухаммад, спрашивает, кто-нибудь приходил? Тогда супруга отвечает, посланник Аллаха, никого никто не приходил, кроме Захира. Тогда пророк сказал, Захир, Захир приходил? То есть, посмотрите, это не Абу Бакар, с какой-то важной вестью, не Ума, Рубин Хаттаб, Захир, бедуин, от которого там ничего не было такого, кроме любви ради Аллаха. У них не было каких-то взаимоотношений деловых с посланником Аллаха, или каких-то государственных дел. И он тогда пошел на базар, подошел сзади, обнял его, когда он торговал. И что сказал? Кто купит раба? Кто купит раба? И тогда он поворачивается, видя, что это посланник Аллаха, салаллаху алейхи вассалям. И тогда он сказал, Я, Расуль Аллах, таби'ани, изан таджиду ни каасида. О, посланник Аллаха, ты меня хочешь продать? Ты меня застанешь дешевым. Кому я нужен? Кто меня купит? Я обычный бедуин. На что пророк, салаллаху алейхи вассалям, сказал, Ла кинна ка инда Аллахи ластаби каасид, однако ты перед Аллахом не дешевый. Ты дорог Всевышнему Аллаху, субханаху атеаля. Также пророк Мухаммад, салаллаху алейхи вассалям, когда у человека было какое-то горе, он хотел смягчить это горе, и шутил посланник Аллаха, салаллаху алейхи вассалям. Абу Умейр, у него был воробей. И он умер. И тогда пророк Мухаммад, салаллаху алейхи вассалям, сказал, Говорит, почему Абу Умейр опечален? Чем он опечален? То есть Абу Умейр, ему не сорок лет, и не столько лет, сколько Абу Бакру, то есть не взрослые сахабы. Ребенок был. Тыфлюн умру хамса сыноват. Пятилетний ребенок, это был братом Анас Абни Малике, по матери, сын Абитальхи. И тогда он что сказал, Почему Абу Умейр опечален? Чем он опечален? На что он сказал, что у меня умер. И тогда он сказал, пророк, салаллаху алейхи вассалям, салаллаху алейхи вассалям, ма фа'лян нугайр. То есть посланник Аллаха с ним шутя и сказал, чем занимается нугайр. Он узнал, что его воробей умер, и скажет, чем он сейчас занимается? И тогда засмеялся этот маленький ребенок. Умер, он посланник Аллаху умер. Тем самым он засмеялся, тем самым он смягчил посланник Аллаха салаллаху алейху ассалям вот это вот его печаль также пророк Мухаммад салаллаху алейху ассалям любил шутить, чтобы дать какой-то урок проучить чтобы человек взял для себя в этом урок КАМА ФИ ХАДИСИA СОХИХ عن ХАУАД БИН ЮБЕЙР РДОЛЛАХУ ВТА АЛАЛАЕ КААЛА ХАРАДА КААЛА ХАРАЖА ЛНЯБИЙСАЛЛАХУ АЛЕХУ АРАКНОВА КААЛ КААЛ КАААЛ КААЛ КАААЛ КААЛ ПАСТАННИК КААЛЛАХУ АЛЕХУ АРАЛЕХУ СЛАМ ПРИВУЮЩАЛЛАХА КАААЗ что я проходил в Медине, то есть у меня был для чего-то вышел из дома и увидел женщин, остановился среди них и начал с ними разговаривать. Посланник Аллаха прошел и сказал, что ты тут делаешь? То есть среди женщин, что ты тут делаешь? О чем есть разговор? Тогда он сказал, то есть придумал и сказал, я, Расуль Аллах, он говорит, о, Просланник Аллаха, я потерял своего верблюда, вышел искать его. Пророк не обратил внимания, ничего не сказал, прошел мимо. На следующий день он встретился с ним и сказал, Хават, где же твой потерянный верблюд? Что с ним случилось? Он говорит, о, Просланник Аллаха, до сих пор не нашелся. Говорит, после этого я засеснялся, Просланник Аллаха, и начал убегать от него, чтобы не встретиться с ним. Один раз зашел в мечей, чтобы прочитать намаз. Зашел посланник Аллаха в мечеть, увидел меня, я заметил его, и я длинше начал читать намаз. Думал, сейчас закончу, посланник Аллаха выйдет, я с ним не встречусь. Он говорит, о, Хават, хочешь, читай долго намаз, хочешь, закончи намаз, я не уйду, пока ты не закончишь. И когда закончил, он ко мне обратился и сказал, о, Хават, что случилось с потерянным верблюдом? И тогда он сказал, о, Посланник Аллаха, с тех пор, как я принял ислам, от меня не убегал верблюд никуда, я не терял верблюда. Посланник Аллаха, саллаху алейхи салям, засмеялся из-за доброты к нему, чтобы он обрадовался. То есть, великий грех – обман, однако Посланник Аллаха, саллаху алейхи салям, по своей мудрости, как поступил с ним. Поэтому, уважаемые братья, Пророк Мухаммад, саллаху алейхи салям, для нас в нем великий пример в Посланнике Аллаха, саллаху алейхи салям. Пророк Мухаммад, саллаху алейхи салям, также невысокомерился и любил, когда с ним шутили. Один раз зашел, пришел с путешествия Посланника Аллаха, саллаху алейхи салям, в маленькой палатке он сел. Ауф бин Малик был толстым сахабом и хотел зайти в палатку пророка Мухаммада. И спросил, можно ли зайти. Ему разрешили. Посланник Аллаха сказал, заходи. Мне полностью зайти или часть? Тогда посланник Аллаха, салалаллаху алейкум, что сказал? Говорит, что посланник Аллаха, салалаллаху алейкум, засмеялся и сказал, полностью заходи. То есть таким был пророк Мухаммад, салалаллаху алейкум, просим Всевышнего Аллаха, чтобы дал нам возможность быть похожим на пророка Мухаммада, салаллаху алейкум, брать от него эти качества. Ведь мусульмане, они, алхамду лиллях, от них в первую очередь должно исходить мягкость по отношению друг к другу. Не должен кто-то смотреть с таким серьезным взглядом на своего брата или чем-то обидеть своего брата, каким-то поведением, должен быть мягким, легким. Вот это и есть мусульмане. Аккулы, ма тасмахуна, астагфер Аллаху ли, в лакуум, в лисайрин, минку, кулы, лизамбин, фаастагфируху, иннху хуа алгафур рахим, алжаваду керием.